И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, бумага висит, ковбои созданы, лошади есть, значит, окружений штук 6-7 тоже есть. В принципе, можно уже снять какой-нибудь мультфильм, но ещё нужны, значит, эти как их, женщины для окружения, потом шериф и желательно негр, которого мы и повесим в следующем ролике. Давайте негра сделаем. Не стал я лепить отдельно голову, искать референции, просто нашёл, значит, модельку, используем её как болванку. Так, вот такой негр, в принципе, ничего, болванка пойдёт, прикольная, да? Ну, негры на Диком Западе бывают, конечно же, не то, что бывают, они там должны быть. И вот видим, что голова сильно большая, модель будет конючить, трудно будет с ней работать, давайте её уменьшим. Следом, что делаем? Добавляем дубликат, следом добавляем кисточку болванок, которую можно скачать в группе. Так, находим, где у меня тут все кисточки, видите, кисточек сколько за столько лет собрано? Это ещё теми, которыми я пользуюсь постоянно, а там ещё валом я их понаделал. Так, значит, тут петли, косицы есть, волосы, потом кисти под стиль, руки разные, там, уши, вампиры, волосы, когти. Ну, короче, тут всего хватает, крылья есть, так, головы есть даже. Так, нам нужны болванки тел. Так, ну, давайте выберем какую-нибудь болваночку. Так, ну, это качок, это будет сильно такой, да, жёстко, значит, для нашего персонажа. Это пацан, это кто у нас тут? Это деваха. Ну, вот нормальный негр будет. Так, уже и тело проработанное, нормально. Так, отключаем, теперь делаем Ctrl-I, W, назначаем полигруппу, нажимаем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Только выбираем одну полигруппу этого персонажа, заходим в Modify Apology, жмём Dell Hidden. Теперь переключаемся с кисточки с телами на стандарт, выбираем Moff, и теперь нам нужно этого персонажа успешно подставить, значит, к нашему вот этому голове. К нашей голове. Так, тело очень уже много налеплено, я поэтому раньше лепил поначалу, а сейчас предпочитаю уже пользоваться готовыми, значит, телами. В основном, если под одежду, под одежду используется чисто как болванка. Вот сейчас что-то вы на неё тут наденете, что-то вы там на неё дотянете, и в принципе всё, тело фактически уже не понадобится. Она именно как, как её называют, то, на что что-то должно одеться поначалу. И поэтому заморачиваться очень долго насчёт проработки, если, конечно, только не качкар вы какого-то делаете, или персонаж, который, ну, шиздец как должен соответствовать, именно у него должны быть свои какие-то параметры отдельные, допустим, от мультяшных. Вот, с мультяшными проблема, там нужно делать их самому, ну, а таких вот более-менее стандартных пойдёт. Мира X-Global, отзеркалим персонажа, так, теперь что у нас? Отрезаем уборку, Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, Trim, любой выбираете, какой удобно резать, я вот квадрат выбрал. Так, теперь, значит, это ещё подгоняем к нашей шее. Так, теперь, заморачиваться с одеждой не будем, да? Ну, негры в чём они? Ну, в основном в штанах работают, да? Ну, давайте вот такие ему укороченные штанишки добавим. Вот, и в принципе, босые ноги, чёрный торс, раскрасим голову, и в принципе, висельник пойдёт. Ну, можно ему рот ещё открыть, если он будет конкретно, да, там уже разговаривать, там, с персонажем, там, ещё что-то. Так, значит, что? Ну, делаем экстракт. Делаем ацепт, снимаем выделение, отключим пока тело. Тело, так, смотрим. Большая толщина штанов, вы видите, что не есть гуд. Давайте тогда delete, удалим, окей. И, значит, ещё разочек сделаем экстракт, только уменьшим нашу толщину вот этой смотки. Так, теперь смотрим. Экстракт, ацепт. Ну, уже нормально. Так, снимаем маску. Флугу можно отключить. Теперь, что делаем? Давайте сделаем всему этому делу. Так, дай нам эш. Преобразуем сетку, чтобы потом она не рвалась. Так, смотрим, что тут получилось. Так, теперь мы это всё выглаживаем. Можно иксимметрию поставить. Ниррор. Включаем кисточку Clay Build Up. Выбираем Brush. Автомаскинг. Выбираем Buckface Mask, чтобы мы, когда будем лепить, внутренние полигоны не тянулись к нашей вот этой лепке. Уменьшаем до двоечки, значит, кисточку. Ну и погнали. Как? Делаем так, чтобы ноги, в принципе, анатомия на штаны сильно не влияла. Потому что, ну, дюжить он будет такой проработанный, значит. Здесь он таким не нужен. Штаны быть должны штанами. Так, теперь Shift. Всё это дело можем выгладить. Ну, колени пусть будут видны. Колени будут преобразованы. Так, тут на голенях можно побольше накидать массы. Где-то что-то пройтись, выровнять, чтобы не было выделения, повторюсь, мышц сильных. Так, теперь делаем Ctrl. Левая кнопка мыши. Снимаем маску. Так, это дело есть. И вот видите, что здесь нужно у нас с помощью мофта Apology немножко приподнять, иначе это дело неинтересное. Будет выпирать спереди. Лучше опустить вот эту часть. Так, всё. Станишки есть. Здесь можно теперь подобрать какую-нибудь текстурку для штанов. Ремень ему не нужен. Достаточно какой-нибудь верёвки, потому что это раб. Верёвку добавим. Так, что ещё можно добавить ему сюда? Да, в принципе, ничего. Нужно теперь сделать какую штуку. Попробуем, значит, я не знаю, есть у него там зубы, нет. Делаем Ctrl и пробуем подогнать Alt, левая кнопка мыши, транспорт и открыть ему рот. Ну нет. Alice Good не получится. Ну это не проблема. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Заходим в DLower. Теперь делаем ему Dynamesh. Мало. Вот видите, когда вы берёте какую-нибудь модельку, достаточно её просто скачать, чтобы была форма. И вот можно уже самому тут долепливать, доделывать. В принципе, по любасу вы всё будете менять. Вот. Так. Мало. Ещё раз. Мало. Видите, надо выбрать правильный размер модели всегда, чтобы потом у вас нормально это всё дело работало. Теперь смотрите, что делаем. Выбираем X-симметрию, ставим Ctrl, вырисовываем глаза, делаем Ctrl-I. И уводим глаза вглубь. А левая кнопка мыши подгоняем. Можно теперь раздуть верхними вот этими ползунками, растянуть там вбок, подровнять, подогнать, чтобы большие были впадины глазные. Чтобы нам потом раз вот дайномеш делаем. И чтоб не мучиться. Так. Есть такое дело. Значит, всё это дело мы выглаживаем. Здесь у нас Alt. Левая кнопка. Так, не ту кисточку взял. Clay Build Up. Теперь можем здесь вот так всё это дело пролепить. Сделать значит, где у нас будет нижнее, как её называют, века, да? Нарисуем нижнее веко. Аккуратно так. Поднакидаем массы. Так. Есть такое дело. Теперь нам понадобится верхнее веко. Верхнее веко можно сделать... Давайте добавим сферы. А потом пролепим. Так будет лучше. Append. Выбираем куб. Фу, в смысле, сферу. Уменьшаем сферу с помощью транспоза. Выводим вперёд, чтобы её было видно. Так. Теперь глаза я потом вставлю именно в блендере. Но мне нужно будет хотя бы ориентир. Вот я вставил. Это будет первый, значит, глаз. Теперь делаю дубликат. И этот дубликат можно теперь обрезать. Так. Есть такое дело. Теперь с помощью молв я это дело всё вывожу вперёд. Чтобы веки у меня прям хорошо выведены были. Так. Кисточку среднюю. Поднакидать массы. Можно сделать геометрию, сделать динамэш. Всё это дело выгладить. Так. Ну, в принципе, что? С помощью мофтопологи можно ещё это дело тут где-то подгадать, подровнять. Веки высоко не поднимайте именно к бровям. Почему? Потому что, когда, если вы будете под лицевую анимацию делать, то лучше, значит, чтобы это всё дело было пониже. Кости потом всё вытянут, выровнят. Всё будет хорошо. Так. Теперь кисточка стандарт. И давайте чуть-чуть вот здесь подкорректируем. Значит, вот где нос. Прорисуем вот эту вот пустоту. Можно, значит, отбить ему вот эти вот ровные дуги. Ну, чтобы нормально было. Теперь мирор. Во. Изменим персонажа. Сделаем его зеркальным, ровным. Так. Теперь что ещё тут можно сделать? Так, так, так. В принципе, видите, у него во рту пусто, да? Разделять не надо, но вот здесь будет слипшаяся. Так. Губы побольше, всё-таки как нигр, или как его назвать, афроамериканец. Во. Так. Ну, там во рту пусто. В принципе, поданиматься уже готов. Выбираем вековый, делаем мирор. Ну, и для приличия давайте глаз. Хотя он нам не нужен. так, выбираем тело, делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Так, ага. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Внимаем маску. Так, теперь всё это дело значит, на низких дивайдах можно выгладить. Так, что у нас по пальцам? Внимательно, когда будете использовать какую-то болванку, внимательно смотрите, чтобы пальцы у вас не подходили друг другу близко. Лучше пусть они будут разведены, потому что когда вы будете вот, давайте попробуем так, Деллоур. И если сейчас мы сделаем Дайномеш, то вроде видите ничего не склеилось. Но можно ещё где-то шифтом попроходить, чтобы они лучше пусть потоньше будут, нормально будет. Так, штанышки есть, так, это значит персонаж у нас есть. Так, всё, мышцы у него есть, всё присутствует, пальцы, ног нормальные, нормально. Так, давайте добавим верёвку, выберем через Alt левую кнопку, так, что он не выбирает, через Alt левую кнопку мыши выбираем штанишки и добавим какую-нибудь верёвку, да? Так, иксимметрию отключим, Ctrl W сделаем одну полигруппу и погнали, значит, тут вот так, оп, видите, большая штука. Уменьшаем. Вот так будет нормально. выберем вверх, заведём, если ушёл вбок, доводим вперёд, ищем нашу вот эту красную полоску, в принципе, в принципе, чё? принципе пойдет пока снимаем значит вот эту кургу нажимаем на предмет control и делаем control w и делаем сплит grow сплит ok так теперь у нас присутствует веревка мы должны сделать мир отзеркалить теперь мофта так так мофта положи выбираем их симметрия так а ну-ка их симметрия и здесь можно подправить где-то чуть-чуть выгладить так подогнать здесь тоже выравнить где-то припустить ну чтоб веревка нормальная была более-менее не то что прям идеальная так теперь что делаем делаем дубликат веревки так веревку выводим вперед перекручиваем alt левая кнопка мыши можем подвести нашему значит объекту transpose так теперь вот это все дело раз вот так с плюс ним и вот так вот и а по тут теперь можно поменьше как есть такое дело отсобачиваем теперь делаем дай нам с объединяем сетку до делаем деформация если вдруг она стала тонкая до in flat так дай нам с можно это контрол д контрол д добавить дивайдов если она вдруг вообще на низкие полигоны ускакала так теперь подгоняем к нашему вот этому персонажу так веревка есть веревка висит теперь добавим какой-нибудь прям бурден прям бурт тоже добавим давайте чтоб не добавлять какой-то мышь не не налепливать там всего этого дела ну тоже сделаем дубликат теперь контрол shift левая кнопка мыши побольше это все от собачьим а так пардоните тут умеющий дивайды дивайды обязательно удаляйте если вдруг что-то будете делать так а вот теперь на вот эту плимбу добавим побольше дивайдов смысле дай нам их сетки да и вот так вот накидаем массы так мофта положи заведем все это дело значит у нашего вот этого у нас ремень перекрутим об завязочку сразу сделаем вот так вот ну в принципе чем все нормально так но теперь ничего не нравится веревка то веревка но штаны то так держаться не будут согласитесь этим что нам нужно сделать какую штуку вот так мы это все замаскируем control левая кнопка мыши если где-то что-то не зацепили или зацепили слишком много control alt левая кнопка мыши зачистка делаем control и транспорт опускаем его до низа и делаем скайл вытяжку перетяжку так не прокатывает да ладно control z control z control z сделаем иначе значит здесь опять же мофта положенном помощь и к симметрии нам тоже в помощь и вот это все дело так 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 то так снимаем маску делаем dynamesh теперь чуть-чуть значит по канту даем вот эти складки где-то вышло если что-то из берегов делаем alt если где-то дырка там тонкое место было накидываем побольше массы делаем control левая кнопка мыши все это дело сглаживается а потом пролепливаем так так дед значит побольше бог накидать где-то через альп левая кнопка мыши приберем где-то за собачьим какую красивую складочку ну так как так смотрим где порванные штаны еще раз повторюсь если у вас получается после dynamesh вот такие вот дыры то просто накидывайте побольше массы это почему потому что на стенки стали тонкие для этого и ставится значит на браш вот это автомаскин чтобы калепики внутренние стенки не тянули на ваш вот этот вот скульпт как здесь значит кожа чуть-чуть потоньше добавим каких-то складок и Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, что у нас есть? У нас есть интернет в помощи, и нужно вот... Рабочий стол у меня, я нашел тут негра. Именно под нашего цвета тела, под нашего вот этого колбоя, да? Ну, как бы... Не может один быть такой прям красномордый, а другой прям такой бледный. Это если только в фильмах ужаса. Текстуры, значит... Подключаем. Вот получается у нас вот этот негроид. Вот так. Z отключаем, Alt левая кнопка мыши подводим к нашему вот этому референцию. Z чуть-чуть, значит, уменьшим нашу картинку. Сначала выравниваем нос. Нам нужно сделать одну сторону нормальную. Вот, допустим, мы... Где она тут? Alt. Левая кнопка мыши. Все, вот мы рисуем, значит, нашего вот этого негра. Нос ионный. Так, смотрим. Белый материал. Что у нас тут получается? Так, вверх поднимаем. Вроде бы нормально. Уши вроде бы закрасились. Так. Ловим нахтше ухо. И ловим наш волос. Так, теперь бы нам поймать губы вот эти. Так, Z. Побольше делаем видимость. Так. Давайте еще затылок подкрасим. Так. Так. Так, ну чё, на виселицу пойдёт красиво. Так, теперь выбираем, значит, Z, нам нужно теперь века. На века найдём какой-нибудь цвет тоже. Так, Mirror X сразу включим. Так, что у нас, значит, с бровями? Давайте попробуем брови. А ну-ка, ага. Во, вроде бы я их поймал, да? Да, вроде бы и нет. Вот, а ну-ка, Z поближе подставим. Во, вот так будет симпатичный. Так, теперь другой вопрос. Это-то понятно, что голову-то мы покрасили, а вот как быть с телом? Как быть с телом, да? Так, вот таким вот образом покрасим его. Так, теперь Alt, левая кнопка мыши. По низам проходим. Сейчас будем что-нибудь выдумывать. Так, штанцы давайте пока отключим. Может, оно пригодится ещё в таком виде. Так, и значит, что нужно сделать? Найти текстуру мешковины, значит, для штанов. И найти тело, значит, негра. Ну, чтобы с порами хоть что-то там было, вот эта вот форма торса, да? Сейчас всё это найду и будем делать дальше. Сейчас я пока файл сейв сохраню. Вот это будет реалистичный такой негр. Но, если нам нужно будет мультяшного что-то, просто меняем, там, чуть челюсть вперёд, нос чуть надуваем, там, чуть уши побольше делаем. И всё, он уже более-менее стилизованный становится. Итак, я тут кое-что, наверное, нашёл. Сейчас будем всё это дело, наверное, как-нибудь подгадывать. Так. Ну, одно тело вроде бы подходит. Вот оно, более такое по цвету. Ну, и по форме может. А ну-ка, Z. Вот. Ничего, сейчас мы это дело обыграем. Да, есть косяк, значит, в этой штуке. Так. 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 Выбираем какой-нибудь цвет, а ну-ка, C. Ну, вот косяк, теперь вот это всё дело так не закрасить. Нормально, да? Да, печально, а ну-ка, текстура, теперь импорт. Ну, давайте более без просветов таких. Ого! Ого! Так, интенсивность убираем и, короче, так. Что-нибудь тут, я такая, химичим, да? Подписывайтесь на канал! так вот он работает значит где-то в полях у него где-то должна быть вот такая вот текстура штанов с мешка так подключаем текстуру импорт где он тут на рабочем столе текстура подключения переворачиваем и значит что нам нужно сделать добавить побольше дивайдов потому что если сейчас на низких дивайдах вот этих делать то как z отключаем на штаны переключаемся и у нас получится нехорошее качество вот видите давайте еще control d control d shift z z выбираем наш вот эти папа текстуру ну здесь он типа загадился так кисточку поменьше как вот вы красите вот ну что-то да старайтесь значит текстуру и персонажа не увеличивать не уменьшать иначе говорю потом получается как а потому что рисунок вы уже можете не подогнать так вот здесь уже на хребтах самая гадкая штука вот здесь вот ловить этот стык вот сколько крашу штанов там еще что-то вот видите и вот это тоже стык сейчас где он тут этот маленькой кисточкой красть и не спешите вот видите что в одном месте покраска проходит а в другом месте все это нарушается так но это не столь страшно а теперь сделать нашим вот этим штанишком теперь shift z давайте вот где пояс возьмем посветлее потому что там он меньше пачкается я надеюсь так и выберем переход какой-нибудь какой-нибудь бока интенсивность может поменьше и вот как что на задней части знаете он везде сидит самая нормальная текстурка вот это я ее потом кинул группу если кому-то надо будет удачно попалась так ну в принципе чо и все персонаж готов теперь осталось его заанимировать посмотреть если у него всяк будет сортом да я думаю не должен быть ведь и при открытые вроде бы все нормально ну давайте еще подкорректируем значит мофта положи так левая кнопка мыши так побольше при открыть его там внутри вроде бы пустота так еще что вот тут навеки есть такая полоска вот ее нужно убрать это знать кисточка стандарт выбираем какой-нибудь цвет вот так как то так еще что веке на подкрасить значит ну да вот пускай будет лучше серыми темными такими вот глаза вставятся значит что еще мофта положи подгадываем вот эту штуку стараемся не потянуть то что не надо а и 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 один будет уже склеенный с разверткой сейф а сохраняем перезаписываем так веревку еще не покрасил веревки давайте добавим какой черный цвет чтобы она так control z чтобы она выделялась так глаза я удаляю потому что они мне не понадобятся так что тут такое ну ка проверяем глазные яблоки он там чуть-чуть нужно домолевать так все теперь это дело склеиваем делаем значит что у нас мерч merge down always и все короче это дело объединяем вот у нас получился один sub tool так смотрим что да как вроде бы все нормально теперь значит делаем смотрим что у нас тут дай нам с выбираем размер именно который нам нужен все дай нам с сделан как это дело проверить нажимаем control shift на любую часть и у нас должна быть одна полигруппа и все должно быть склеено ничего не должно исчезать так все теперь что делаем отключаем смотрите отключаем текстуры заходим в деформацию и находим инфлат а парадонте не инфлат полишь чтобы сгладить чтобы потом развертка какая будет делаться чтобы вот этих где была склейка там то полигоны по другому соединены то еще что нибудь ну короче так будет лучше так теперь включаем цвет вы видите что у нас цвет остался целый но когда вы будете сглаживание делать при текстурах нарисованных то все размажется погнали теперь куда делаем дубликат смотрим симметрия у нас включена x ч русская x английская находим геометрии заходим за ремеш находим логейшин 2018 и ставим тот размер значит полигонов который вам нужен если что-то пойдет не так то возвращаемся и по новым подгадываем подгадываем пока не получится нормальная штука 8000 полигонов проверяем отключаем смотрим что получилось эти 8000 вроде бы нормально но смотрим делаем control d control d и попробуем сейчас все это дело наложить вот что я и боялся что рот немножко склеится до как уши уши веке он как и сделали тонкие стали так что у нас пальцами рук вот руки кстати нормально вот эта штука потому что она несимметричная стала наложилось так ну в принципе четко повешенного для повешенного нормальный будет такой персонаж мофта пола джи а ну-ка как и здесь можем еще пока мы не вышли долепить так так убираем а ну-ка делу на первый полигон и видим что здесь с ухом прям таки катастрофа выглаживаем здесь вот хорошо бы ну чуть-чуть промоделить да вот на низких полигонах добавляем вот эти вот лепку и у нас вот это вот все что есть вот вот это у нас останется если на втором полигоне допустим на вторых дивайдах 33000 вот 33000 на вторых дивайдах так как это делал устранить давайте делит уберем вот этого персонажа и смотрим раз такая штука пошла отключаем отключаем значит текстуры и пробуем добавить толщину на ушах вот это вот проблемная у него часть да ничего долепим добавим выгладим за ухом добавим мясо так теперь что у нас получается нужно выглаживать все места стыка потому что это потом у вас останется на нормал мап и потом будет проецироваться постоянно на модели вот эти вот все полосы все это дело аккуратненько выглаживаете вот так вот все теперь включаете значит текстуры и где-то видите выглажка прошла текстуры надо вот теперь вместе с персонажем еще чуть-чуть подгладить потому что текстуры гладятся только с полигонами и вот еще бицуха значит что тут С не докрасил я да ну в смысле докрашена но не есть год что-то тут просвечивается пробеливается так пробуем еще разочек значит делаем дубликат делаем значит заремеш так прямо как стоит насколько тут пятерка да хотя бы делайте ну как бы в идеале значит модель четыре тысячи полигонов там восемь да это вот в идеале ну если вот какие-то вот такие вот персонажи то все лицо расплывается бывает при четырех при восьми тысячах полигонах а бывает нормально так что тут не подгадаешь вот 16 тысяч полигонов в принципе для такого это многовато вот видите у него голова значит убегает все это дело мама не горюй но есть еще один способ как это дело нейтрализовать убрать да так мы вот этому делу делаем дай нам мэш 307 тысяч полигонов думаю скульптис альфа шестая должна осилить и пробуем закинуть если матюкации не будет и так вот он видите персонаж залетел 712 тысяч полигонов 712 тысяч полигонов лепить я его тут не буду мне это дело не надо мне единственным смотрите мне нужно заменить ему сетку и чтобы у нас нормально получилось лицом мне нужно кризом поменять тут симметрию еще поставить ок так и кризом поменять сетку уменьшить ее здесь еще раз уменьшить вот видите персонаж в принципе не испортился но он низко полигональный я обвожу смотрите вот делают эти вот полоски вот они намечаю нос там да где-то провожу там по вот этим частям там я отбиваю значит ухо и вы видите что здесь рисуются другие полигоны и вот когда я сейчас закину это все дело потом значит в зебраж и переделаю в ZRM сетку вот по этим частям будет все это дело делаться так здесь можно тоже нарисовать полосы чтобы программа потом поняла что здесь будет вот эта часть так и вот веки так еще что подправим давайте ухо раз оно тут конючит раз оно тут конючит ну вот в принципе больше нам тут ничего не надо смотрим пальцы рук все нормально все нормально экспортируем его теперь ну как нибудь под числами сразу не отключаем ждем смотрим импортируем импортируем его сюда так вот каким я его закинул не помню так смоем сетку вот она трисовая видите вот теперь смотрите что делаем значит делаем 142 тысячи полигонов можно еще было опустить он бы хорошо выглядел делаем control w control d control d догоняем до 853 тысячи полигонов ох ты 3000 много 853 тысячи полигонов достаточно теперь делаем проецирование вот это всех текстур на него потому что мы его не меняли ну форму не пролепливали ничего толком не меняли он должен к этому гражданину сейчас хорошо прилепиться и потом с этого стрисов мы делаем the mesh делаем значит все это дело сетку текстуры и будет все зашибись вот отключаем смотрим вот эта веревка это понятно тут докрасим доделаем смотрим вот они видите трисы вот они вот теперь что мы делаем протягиваем вот это рот видите у него теперь проблема вот это вот рта сетку уменьшаешь так ну думаю нормально так теперь что мы делаем мы теперь меняем вот эту сетку на дайномеш в принципе можно сделать смотрите на него за ремеш и все это дело скопировать давайте пробуем делаем еще один дубликат на верхней перескать переставляемся делаем геометри делаем тун-тун-тун rms и посмотрим насколько он стрисов сделает нормальную ну как нормальную сетку смотрим одиннадцать тысяч полигонов одиннадцать тысяч полигонов вот она сетка да все нормальная так пальцы нормальная единственное что вот ну ладно сейчас давайте про control d control d control d и сделаем проекцию вот это projectile на него конечно высокополигональный будет выглядеть по-другому на чем я постоянно и модели прокалываю что ну заброшу него четкие понижаешь полигонаж вставляешь кости не светит иногда не вы ну как не идет персонаж да внешне о так теперь смотрим сетка нормальная делаем за плагин делаем uv-master board on clone on wrap видите после скульпы с альфа шестой без проблем делается вот эта развертка частенько этим значит грешу закидываю этого персонажа так текстуры крит from polypaint видите все без проблем делаем клон делаем текстуры делаем флип в переворачиваем делаем экспорт назовем его пусть будет png формат так и пусть называется не негр текстура ура так теперь значит геометрия находим первый divide и находим normal map делаем клон экспорт png негр негр нормал негр нормал и ништяки будут значит у нас в блендах вот видите ухо чуть нарисовал подправил и уже на этих полигонах она уже в принципе нормально тут единственно минус в чем вот я сейчас делать персонажа хотя бы 20 вот 20 тысяч полигонов ну согласитесь но это другое дело если зайти сейчас допустим так я сохраню два варианта dell hidden сохраню вот этот вариант экспорт нега в бленд так теперь control z и сохраню допустим 44 варианта ну 44 тысячи полигона да так это значит дел дел и опять же экспорт пусть под номером не под номер там есть уже значит нега 44 и к ним одинаковые текстуры идут кстати control z control z все это дело я оставляю если кому-то надо поэкспериментировать вот они три варианта вручную или топологию делать это вообще для меня жесть поэтому делаю таким вот образом сохраняем файл с с негр развертка сохраняем так вот этого негра я значит делаю на этот какого на превью ху вот еще можно делать вот так вот рендер на нем не работает негра все таки так ну и одну превью ху он в таком виде так это нам больше не понадобится идем в блендер так делит файл импорт общ формат находим меня пока на рабочем столе это все дело негр в бленд apps так 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 и привязываем set origin 3d геометрии пардон 3d курсору делаем шейдер смут так что у него тут с текстурами вот такая штукенка текстура пэйнт как давайте зайдем текстура пэйнт выберем значит смт поменьше поменьше кисточку включим симметрию и значит с так что у нас тут все включено слишком мало на так сохраняем теперь развертку заходу в шейдинге находим его развертку и сохраняем значит сейв все она сохранилась так заходим теперь опять же в обжиг закинем файл импорт тут этот этот обжиг негр 44 и 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 вот видите тут можно вообще уменьшать и смоем внешний вид значит децимейтнутая вот она и такая разница в принципе в качестве вот давайте вот этого сейчас удалим пока значит это делит вот он уже он 9000 полигонов с децимейтнутой сеткой но может куда-то в игры вам не подойдет но для мультфильма это самый оптимальный вариант чтобы хотя бы значит уменьшить оптимизировать как-то эту сетку побыли кому потому что он очень много всего не накидаешь вот 12000 уже от 43 вот 5000 полигонов снега веки присутствует видно здесь уже в хлам ну как хлам не то что хлам в принципе тоже неплохо да так чуть-чуть если здесь прибавить 9000 полигонов apply смотрим что ты так ну словом и так и так хорошо для мультфильма это пойдет это значит вот если много у вас персонажей где-то он далеко ладно там на переднем плане вам нужно четкие черты лица там допустим моргания чтобы все это нормально было да ну а если где-то он сейчас будет мотыляться на веревке в принципе какая разница если у него нет анимации допустим лица вот этого он просто будет висеть ну на тесте еще потестим его значит лицевой анимацией все всем пока до свидания анимации анимации Продолжение следует...